Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас лекция номер 11. Тема занятия – твердые сыры с низкотемпературной обработкой сырной массы. Голландский сыр. Вопросы лекции – 1 – твердые сыры с низкотемпературной обработкой сырной массы, 2 – технология голландского сыра. К твердым сычужным сырам с низкой температурой второго нагревания этой группы относят Костромской, Большой и Малый, Голландский-Брусковый, Голландский-Круглый, Пашихонский, Степной, Ярославский, Ярославский-Унифицированный, Эстонский, Станиславский, Днестровский, Буковинский, Угличский, Северный, Сусанинский, Эдам, Гауда и другие. Основными факторами, определяющими видовые особенности сыров этой группы, являются следующие применения бактериальных заквасок, состоящих в основном из мизофильных молочнокислых лактококов. При выработке днестровского и сусанинского сыров добавляют болгарскую палочку, Станиславского, ацедофильную палочку, эстонского, биопрепарат. Температура второго нагревания сырного зерна плюс 36, плюс 42 градуса сыр зависит от вида сыра и способности зерна к обезвоживанию. Обеспечение влажности сыра после прессования 43-48%. Основными факторами, определяющими видовые особенности сыров этой группы, являются также определенный уровень активной кислотности сырной массы на каждом этапе производства. В сыре после прессования РН 5,3-5,6, в трехсуточном возрасте 5,2-5,25, в зрелом сыре 5,1-5,4, умеренное содержание в сырах поваренной соли 1,5-2,5%, применение в процессе созревания температурных режимов плюс 10, плюс 12 градусов с плюс 14, плюс 16 градусов с и плюс 10, плюс 12 градусов с для группы сыров типа Костромского и Голландского. Созревание сыров этой группы проходит в основном под влиянием молочнокислой микрофлоры. Бактериальные закваски состоят из лактококков. Развитие молочнокислой микрофлоры предопределяется температурой второго нагревания, равной плюс 38, плюс 42 градусов. Оптимальная влажность после прессования – 42-48%, зрелых сыров 40, крышечка 44%. Рисунок у голландского сыра начинает появляться в первые дни созревания и окончательно сформируется к 10-15 дневному возрасту. Глазки бывают круглые и овальные, небольшие и частые. Зрелые сыры необходимо хранить при низкой температуре 0,-5С. Общая продолжительность созревания голландского брускового сыра составляет 60 суток, а круглого – 75 суток. Оптимальные физико-химические показатели зрелого сыра – массовая доля влаги – от 39 до 42%, массовая доля поваренной соли – от 2 до 2,5%, активная кислотность РН – 5,25 – 5,35. Голландский сыр вырабатывают из пастеризованного молока с применением чистых культур. Молоко должно быть нормальной зрелости – 17-19 градусов тернера. Особенно важно качество молока при выработке круглого голландского сыра. При производстве голландского брускового и круглого сыров технологические параметры близки. Только для круглого сыра из-за его более высокой жирности сырной массы ставят более мелкие зерна и повышают температуру второго нагревания. В молоко добавляют комплекс чистой культуры молочно-кислых лактококков в количестве от 0,5 до 1 и хлорид кальция, до 40 грамм на 100 килограмм молока. Молочная смесь перед свертыванием должна иметь титруемую кислотность не более 20 градусов тернера. Молоко свертывают при температуре плюс 30, плюс 34 градусов в течение 25-35 минут. Готовый сгусток должен быть нормальной плотности и давать на расколе достаточно острые края с выделением прозрачной сыворотки. Разрезку сгустка и постановку зерна проводят в течение 15-25 минут. Основная часть сырного зерна после постановки должна иметь размер 5-8 миллиметров. Температуру второго нагревания устанавливают в зависимости от жирности сыра от плюс 38, плюс 42 градусов. Жирные сыры нагревают до более высокой температуры. Сырную массу можно нагреть сразу или постепенно в течение 10-20 минут. Если необходимо усилить молочно-кислое брожение, то это время следует увеличить, а в противном случае уменьшить. В конце второго нагревания или сразу же после него проводят частичную посолку в зерне. Для чего в смесь сырного зерна с сывороткой вносят раствор поваренной соли из расчета 200-300 грамм соли на 100 килограмм перерабатываемого молока. После посолки сыры выдерживают от 2 до 3 суток в солильном отделении или специальном помещении для обсушки. После обсушки сыр помещают на 12-14 суток в камеру созревания с температурой воздуха плюс 10, плюс 12 градусов с и относительной влажностью от 85 до 90 процентов. Затем на один месяц, в камеру с температурой воздуха плюс 14, плюс 16 градусов Цельсия и относительной влажностью от 80 до 85 процентов. Голландский брусковый сыр формуют из пласта по общепринятой методике. Подпрессовывают образуемый пласт в течение 15-25 минут при давлении от 1 до 2 килопаскаль. 0,01-0,02 килограмм силы СМ2. А затем разрезают на бруски, соответствующие размерам форм. Бруски сырной массы помещают в подготовленные формы и выдерживают от 20 до 50 минут для самопрессования. Прессуют сыр в течение 1,5-2,5 часа при постепенном повышении давления от 10 до 50 килопаскаль, от 0,1 до 0,5 килограмм силы СМ2. Разрезание N-постановка зерна длится 10-15 минут, после чего вместо ножей ставят мешалки с более толстыми проволоками, чтобы прекратить дальнейшее дробление зерен. Размер зерен колеблется от 4 до 6 миллиметров в зависимости от жирности сыра. Готовый сгусток разрезают в течение 15-25 минут. До размеров зерен 7-9 миллиметров. Во время постановки 30-40 процентов сыворотки удаляют. Далее зерно вымешивают, после чего отливают еще 15-25 процентов сыворотки. Для получения ровного зерна сгусток надо разрезать вначале медленно, плавно, а затем постепенно ускорять процесс. Постановка зерна это процесс получения сырного зерна определенного размера. После второго нагревания сырную массу вымешивают не более 10-15 минут, после чего приступают к формованию пласта. При производстве сыров 50 процентов ной жирности молоко свертывается при 32-35 градусах в течение 20-30 минут, а 45 процентов ной жирности при 30-33 градусах за 25-30 минут. После внесения закваски молоко тщательно перемешивают 2-3 минуты. Сгусток должен быть достаточно плотным, по готовности его разрезают. Второе нагревание операция, обеспечивающее условия для развития микрофлоры, закваски и обезвоживания сырной массы. Разрезание N-постановка зерна длится 10-15 минут, после чего вместо ножей ставят мешалки с более толстыми проволоками, чтобы прекратить дальнейшее дробление зерен. Размер зерен колеблется от 4 до 6 миллиметров в зависимости от жирности сыра. Готовый сгусток разрезают в течение 15-25 минут. До размеров зерен 7-9 миллиметров. Во время постановки 30-40 процентов сыворотки удаляют. Далее зерно вымешивают, после чего отливают еще 15-25 процентов сыворотки. Для получения ровного зерна сгусток надо разрезать вначале медленно, плавно, а затем постепенно ускорять процесс. Постановка зерна – это процесс получения сырного зерна определенного размера. После второго нагревания сырную массу вымешивают не более 10-15 минут, после чего приступают к формованию пласта. Для посолки брускового сыра можно сразу применять рассол, а для круглых сыров – лучше в первые 2-3 дня гущу, в солильных формах, а затем – рассол. Концентрация последнего должна быть 22-23%, а при циркулирующем рассоле – до 18-19%. Весь процесс посолки длится 6-10 дней в зависимости от размеров сыра, чем крупнее сыр, тем дольше его надо солить. Температура в солильном помещении должна быть 8-10 градусов с, влажность воздуха при посолке гущей 90-92%. На 10-й день посолки соль проникает в сырную массу лишь на глубину 2-3 см и только на 45-60 день равномерно распределяется по всей массе. После посолки сыры выдерживают 2-3 дня в солильном помещении для обсыхания, а затем переносят в теплую камеру для брожения. В теплой камере протекает в сыре основное брожение, продолжающиеся 15-25 дней. Температура в теплой камере колеблется в пределах 16-20 градусов с, влажность воздуха должна быть 90-92%. Из теплой камеры сыры переносят для дозревания в прохладную с температурой 10-12 градусов с и влажностью 88-90%. Созревание голландского сыра заканчивается к 2 месяца. Рисунок у голландского сыра начинает появляться в первые же дни и окончательно формируется к 10-15 дневному возрасту. Глазки бывают круглые и овальные, небольшие и частые. Чтобы предупредить усушку сыров после теплой камеры, необходимо завернуть их в пленку или порафинировать. Зрелые сыры необходимо хранить при низкой температуре от 0 до минус 5 градусов. Круглый голландский сыр упаковывают в квадратные ящики с гнездами, по 20 головок в каждой, а брусковые – в ящики с перегородками, по 10 сыров в каждой. С материалами лекции можно ознакомиться в УМКД, в системе Универ. На сегодня мы закончили лекцию. Спасибо за внимание. До свидания.